всем привет меня зовут любая в этом видео мы вяжем круглую корзинку круг у меня уже связан донышко для корзинки как связать идеально ровный круг у меня есть отдельное видео подробное ссылку на это видео я оставлю в правом верхнем углу и в описании к этому видео вязать будем корзинку уже знакомым вам узором кто смотрел мое видео круглая сумка узором косые галочки это тот же самый узор видео опять же оставлю в правом верхнем углу и в описании к этому видео посмотрите как вязать этот узор с прибавлениями и так у меня закончился ряд я связала для донышко всего 5 рядочков мне нужна небольшая корзинка уводим последнюю петлю от конца на изнаночную сторону таким образом можно сделать незаметное соединение рядов вот она то есть закончить этот ряд косичкой вот такой я не буду этого делать потому что вот это место она не бросается в глаза никогда я не обращаю вот на это на эти мелочи внимание поэтому я не буду соединять вот таким вот идеальным завершением покажу как буду делать я если вам понравится такой вариант то можете его тоже использовать и так петля у нас сейчас рабочая на изнаночной стороне разворачиваем наше вязание вот эта круглая донышко изнаночной стороны на себя вставляем крючок вот в эту перемычку в первую как раз за петлей вот у нас петля вот первая перемычка в этом месте у нас и двойная перемычка это место соединения рядов вставляем под первую крючок захватываем рабочую нить и вытягиваем первую петлю вот таким образом вот так мы сделали первый столбик первого ряда нашей корзинки и далее по кругу мы захватываем подхватываем вот эти перемычки с изнаночной стороны и провязываем просто столбики без накида вот таким образом для вязания я взяла крючок пять с половиной миллиметров столбики без накида за изнаночные перемычки до конца ряда это у нас подготовительный ряд первый ряд довязан подготовительный сейчас мы делаем соединение столбиков в ряд вытягиваем немного рабочую петлю заводим крючок под первую косичку вот она сверху косичка располагается вот под первую с изнаночной стороны вели крючок захватываем рабочую петлю и уводим ее на изнаночную сторону сильно вот это место перетягивать не нужно но и слабым тоже его вязать не нужно то есть такая средняя среднее натяжение примерно вот эта перемычка должна быть размером с вот с косичку с обычную начинаем вывязывать узор под перемычкой находим первый столбик вот он вот он этот столбик вот этот столбик нам сейчас нужна одна половинка этого столбика левая сторона мы за крючок вставляем за одну половинку столбика вставляем крючок под косичку под которой у нас уже уведена вот эта петля на изнаночную сторону захватываем рабочую нить вытягиваем на лицевую сторону подтягиваем эту изнаночную петлю вставляю в нее крючок и через две петли на крючке провязываем столбик готова находим следующий столбик вот он также за левую половинку этого столбика вставляем крючок так заводим крючок под вот эту верхнюю косичку под нее под обе половинки этой косички захватываем рабочую нить протягиваем через вот эту стенку столбика и провязываем 2 петли на крючке и таким образом довязываем все столбики до конца ряда снова находим следующий столбик вот он заводим крючок под левую половинку столбика под неё заводим крючок под следующую косичку вот она вот она красота отверстие вот она вводим крючок захватываем рабочую нить протягиваем через столбик 2 петли на крючке и через две петли провязываем столбик дошли до конца второго ряда у нас остался один столбик находим вот этот последний столбик за левую половинку столбика и под перемычку которая у нас образовалась при соединении первого ряда вставляем крючок захватываем нить и точно также провязываем наш узор вытягиваем петлю и снова делаем соединение столбиков ряд под первую косичку ставили крючок захватили рабочую вот эту петлю подтянули и продолжаем также вязать как мы вязали узор во втором ряду находим под вот этой вот перемычкой первый столбик захватываем левую половинку столбика вставляем крючок под под эту косичку захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида снова следующая под левую половинку столбика под косичку следующую рабочая нить вытянули вот такой красивый узор получается он очень простой вяжется быстро как я уже говорила поэтому вы свяжете свое изделие очень быстро и просто вот так уже получается у нас корзинка стенки у этой корзинки они идеально ровные они не идут бочонка не не идут вот таким вот полукругом вот такая получается корзинка и у меня есть небольшой остаток еще одного цвета из такого цвета я вязала сумку и хочу добавить для контраста вот в свою корзинку чтобы ввести новый цвет в корзинку я распустила последний столбик смотрите как будем сейчас вводить вставляем крючок как обычно за левую половинку вот этого столбика заводим крючок под перемычку которая образовалась при соединении рядов захватываем рабочую нить выводим вывели и сейчас мы присоединяем не другого цвета вот таким образом сильно длинный кончик оставлять не нужно все ввели подтягиваем все вот эти кончики таким образом и делаем соединение рядов уже новой нитью кончик придерживаем заводим крючок под вот эту первую косичку петлю на изнаночную сторону сейчас мы нашу основную нить сиреневую вот эту я ее просто не трогаем и потом ее снова введем в работу сейчас вяжем вот этой другой нитью находим под образовавшейся перемычкой вот это вот персиковый столбик вот он вводим крючок за левую половинку петли под ту же самую косичку заводим крючок захватываем нить рабочую сейчас нас две петли на крючке уже нового цвета и провязываем столбик без накида при необходимости поправляйте вот эти галочки все мы ввели в работу новый цвет и продолжаем вязать таким же образом как и всю остальную корзинку я довязала ряд до практически до конца вот этой другой нитью сейчас как мы делаем соединение рядов все точно так же только нам одновременно нужно спрятать вот это нить от основной цвет нашей корзинки чтобы его не отрезать я забыла спрятать и вот этот кончик другой нити но мы потом его крючком свяжем по ходу движения наших столбиков поэтому он у меня остался такой торчащий и так как мы располагаем нити сейчас нить основного цвета вот эту сиреневую нить мы заводим вот как бы сюда вот то есть придерживаем так чтобы было удобно если нет будет болтаться у нас вот так будет неудобно вывязывать и сейчас нитью которой мы вяжем и ее направляем как бы за работу вот она вот эту нить мы придерживаем основного цвета то есть нам надо ее ввести так чтобы она не мешала и захватываем также как обычно делаем соединение рядов левый левую половинку столбика за вот эту перемычку захватываем нить вот эту персиковую выводим ее на лицевую сторону вот эту нить основного цвета мы уводим сейчас вот таким образом как бы за работу провязываем этот наш узор и еще вот это и хорошо вот эту сиреневую нить подтягиваем чтобы последний вот этот вернее последний столбик который мы провязывали нитью основного цвета сиреневый он не вытягивался то есть мы его сейчас подтянули все и продолжаем также соединять столбики в ряд только уже персиковым цветом и вяжем необходимое количество рядов сейчас смотрят кончик тоже потянем чтобы он у нас не вылезал на лицевую сторону и вот такое соединение рядов получается я довязала до конца свою корзинку сейчас сделаем невидимое соединение незаметное соединение для этого мы провязали последний вот он столбик вытягиваем конец нашей нити вот сейчас находим первую косичку вот она вот она эта косичка заводим крючок с изнаночной стороны под косичку захватываем нашу нить выводим эту нить на изнаночную сторону вводим крючок вот в эту косичку последнюю вот таким образом за перемычку и в центр косички вот так и захватываем кончик можно последний ряд обвязать как хотите сделать обвязать соединительными столбиком я не буду обвязывать мне нравится так все наша корзинка готова вяжется она просто я ее связала примерно за час вот такая небольшая донышко состоит у нее из пяти рядов круг и высоту стенки у нас получились раз два три 4 5 6 7 8 и стенки и за 8 рядочков я связала практически за час чуть-чуть поменьше стенки у нее идеально ровные камеры и немножечко искривляет вот они какие-то немножко неровные на самом деле стенки ровные получается если это видео было для вас полезно вам понравился этот узор для трикотажной пряжи и для по эфирного шнура не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал чтобы не пропускать мой выход моих новых видео всем пока до новых встреч